Первый слайд называется Есть основания усомниться, что мы правильно понимаем истинную природу уравнения Эйлера и Навистокса. Как известно, обычно полагается, что уравнение Эйлера 1 и уравнение Навистокса 2 являются уравнениями, написанными как некий аналог уравнения Ньютона 3. При таком общем подходе к пониманию природы уравнения 1 и 2, хотя из уравнения Навистокса удается получить решение вида 4 при описанном ламинарном режиме текущести, однако из этого же уравнения не удается получить решение, на основе которого можно было понять природу турбулентного режима текущести. При таком положении вопроса американский математик Тернс Тау пришел к выводу о том, что современные средства математика решит уравнение Навистокса невозможно. Однако мы полагаем, что такие выводы Тау сделал при анализе проблемы теоретической гидродинамики как проблемы математической физики, которые действительно являются учением, в истинности которых есть вся основание усомнится, хотя бы потому, что его дальнейшая разработка привела к теории функций действительного перемененного и теории бесконечного множества, в свою очередь приведяющей к новым трудностям и противоречиям. На наш взгляд, имея в виду эти факты, есть основание предположить, что претензии Тау к математике имеют сфилу только по отношению к той части математики, которая связана матфизикой. Мы же полагаем, что природу уравнения Эйлера и Навистокса можно удовлетворительно интерпретировать, если за основу анализа будут приняты основополагающие идеи теоретической физики и эмпирической физики. Вот такая постановка задачи. Таким образом, при этом постановке задачи мы рассматриваем математическую физику и теоретическую физику, а уравнение задачи теоретической гидринамики как арена войны между матфизикой и терфизикой. И второй плакат у меня называется «О том, как пытались решить проблему на базе возможностей теоретической и эмпирической физики». Основные уравнения, полученные в области теоретической физики, могут быть систематизированы с помощью схемы, где от уравнения Гамильтона в динамике получают уравнения теории Гамильтона и Якова Шредденгера по одной линии, а по другой линии уравнения Гибса в статистической механике. А также уравнения, полученные в области совместной анализа теоретической физики и эмпирической могут быть систематизированы с помощью схемы следующей, нижней схемы. Здесь уравнения технической термодинамики, химической термодинамики и теории химической равновесия 13-й. И при построении схемы Штено, что насняло вот это уравнение Гибса в статистической механике, сам Гибс успел получить нижнее уравнение как доказательство основным уравнением технической и химической термодинамики. А сам Гибс не успел получить доказательства к основным уравнениям физической химии. При анализе идей и уравнении учтенных при построении этих схем было осознано, что природа основного уравнения теории Гамильтона, Яковича, Рейдинга и Гибса можно понять, как имеющий смысл решение полученных из уравнения Гамильтона для многих пряточных движущихся частиц и для многих хаотичных движущихся частиц. Как это явствует структурные особенности этих схем, для решения такой задачи необходимо уточнить понимание природы уравнения Гамильтона, Яковича, Рейдинга и Гибса, чтобы из них можно было получить доказательства соотношением теорий-химического равновесия 13. Это учтено при построении второй схеме, нижней схеме. Гибс сам из своих основных уравнений с надмеханикой успел получить результаты 14-15 как доказательства уравнением 11-12, однако его программа осталась не совсем завершенной, так как не успел получить доказательства к уравнению 13. Следующий слайд. Гибс сам из своих основных уравнений на Вестоксе и Эйлера. Однако из-за того, что основа физика еще корректно не завершена, полученные результаты в этом областях гидродневникой до сих пор корректно не могут пользоваться. Вот теперь в течение шести слайдов, три пары слайдов, в общем, одним словом, теперь я расскажу в третьей части доклада о том, как мне удалось решить, завершить разработку основ теоретической физики. По линиям теории подчиненным связям частиц, упорядоченной движущей частиц, а по линии хаватистической движущей частицы. Теперь, таким образом, для достижения нашей основной цели, то есть для того, чтобы доказать, что уравнение Эйлера и на Вестоксе имеет смысл решения, полученные из уравнения Ньютона, предварительно должно быть доказано, что основные уравнения теории Гаммельтона, Яковича, Рейдингера и Гипса имеют смысл решения, полученные из уравнения Гаммельтона в динамике. Пытаясь решить эту задачу, мы обратились за помощью к философии. В свое время, вот что физики очень близко подходили к разработке основ теории по линии подчиненным связям и неподчиненным связям частиц, но последний шаг не смогли сделать из-за нехватки какой-то важной идеи. Вот мы подумали, что эту идею мы можем найти в области философии. Вот при изучении трудов Декарта было осознанно, что в них содержится идея о том, что придут дни, когда Золотого фонда интеллектуального заседания человечества можно будет систематизировать с помощью схемы 1. Вот эта схема. При построении этой схемы, что основные идеи Декарта выдвинуты им в области научной философии, особенно идеи, изложенные в правилах для руководства ума. Согласно сути идеи, что при построении этой схемы, Декарту казалось, что придут дни, когда все частные науки можно будет объединить на основу основополагающей идеи того раздела науки, который может выполнять роль основы теории мышления. Как известно, сам Декарт результат аналитической геометрии получил, приняв роль основы теории мышления, алгебру и архметику. Впоследствии Ньютон получил свое уравнение именно на этом пути. Вот основная суть идеи Декарта, когда он заложил фундамент, так называемый модерн проект, когда он заложил основу современной науки и философии, он в своем уме построил такой обображаемый проект, где каждая наука будет занимать свое место. А с самого начала будет стоять та наука, которая будет обеспечивать всех остальных наук своим методом мышления, решения. Это он, как известно, выбрал алгебру и архметику. И второй уже он сам Декарт успел наполнять содержание второй клетки, получил результаты аналитической геометрии. А потом Левенс получил эту вторую клетку, он полностью заполнил, Ньютон заполнил третью клетку, и Ньютон получил четвертую клетку, уравнение уже динамики физики, и пошло-поехало дальше. Следующее. Основные уравнения теоретической физики Далее совместно анализируя основные идеи, учтенные при построении схемы 1, предыдущей схемы Декарта, а также идеи и результаты современных Декарта, Левенса, Ньютона, полученных в основе математики и физики, мы осознали, что в основе теоретической физики созревают результаты, учтенные в схемах 2-3. При построении этой схемы учтенные о том, что за основу теоретической мышления были приняты алгебра и архметика. Этот подход далее дал возможность понять природу уравнения Гамильтона, Якова и Шреддингера по первой линии, и уравнение Гильса по второй линии, вот уравнение Гильса, как уравнение имеющих смысл решений, полученных из уравнения Гамильтона с точностью присущей алгебреской физики. На основе анализа этих схем удается осознать, что основы теоретической физики все еще продолжают оставаться, а не совсем завершенные из-за того, что из уравнения теории Гамильтона, Якова и Шреддингера и Гибса не полученные решения, которые могли бы служить осмысленным доказательством основного уравнения эмпирической теории строения вещества и физической химии. Вот в оба маршрута теоретической физики, как по теории подчиненных связей частицей, как по теории халатической движущей частицы, до сих пор продолжают оставаться из-за незавершенности последней клетки, где стоит вопрос. Следующий. Основные уравнения эмпирической физики. Далее на основе совместных анализов идей, учтенных при построении схемы Декарта, вот при первой схеме, и результаты получаемого в области эмпирической физики, где за основу теории мышления приняты результаты теории вероятности, уже не алгебры и архитекты, а теории вероятности, было осознано, что в таких областах созревают результаты, учтенные при построении схемы 4 и 5. При построении этих схемы учтенные факты о том, что в свое время основные уравнения эмпирической теории строения вещества, физической химии, были получены при приложении возможности теории вероятности к официальным задачам многих приятных движущих частиц и многих халатистых движущих частиц. Вообще, вот этот момент очень важен. Современная теоретическая физика страдает очень серьезной болезнью. Еще не очень обращает внимание, что при решении уравнения динамики гамильтона для многих частиц надо с самого начала обратить внимание, лучше будет, если сделать классификацию по маршруту теории с тем многих частиц подчиненных связан и теории с тем частиц, которые движутся хаотично. В свое время ГИБС вообще не имел отношения к первым направлениям. ГИБС разработал второе направление, хаотические движущие частицы. А потом Гамильтейн-Якович Рейдингер по первым направлениям. При построении этих схем также учтено, что основные результаты полученные теории строения вещества и физически можно использовать для решения задач биологии, психологии, социологии. О том, как были завершения идеи и результаты полученные в области эпирической физики. Только что предыдущая схема осталась незавершённой из-за того, что результаты полученные в области физической химии, например, не очень хорошо распространены до сих пор в области биологии, психологии и социологии. Второй схема, следы нижние. А в верхней схеме результаты полученные в области теории строения веществ подчиненным связанным связанным счастливым. Хотя очень хорошо распространена для биологии, которая привела к революции биологии, молекулярной биологии. А для психологии и социологии ещё не распространена. Поэтому я пишу. Как известно, революция биологии была осуществлена после того, как Ватсон и Крик начали успешно пользоваться основными результатами полученных в области теории строения атома и молекулы при разработке основной теории более сложных молекул, таких как ДНК. Общеизвестны и о том, что ранее полученные результаты в области физической химии были использованы при разработке основной физико-химической биологии. Мы же при получении результатов, которые могут составлять содержание молекулярной психологии, физико-химической психологии, а также молекулярной социологии и физико-химической социологии, исходили из предположения, что основные результаты Обычные теории строения вещества и физической химии можно распространить и для данных, для этих теорий. О том, как были завершены идеи, результат полученный в области теоретической физики. Вот две схемы назад, там была схема, которая по результатам получена в области теоретической физики. Там самые последние клетки были вопросами. Я сказал, что это главный недостаток современной теоретической физики, когда по маршрутам подчиненных связям частиц и хаватичных двигающих частиц и основного уравнения Гамиль Тенековича, Шрединга и Гипса никак не могут получать окончательные решения, описывающие упрямочные двигающие частицы и хаватичные двигающие частицы. Вот здесь самые последние клетки уже заполнены нами полученные результаты решений. И они действительно дают обоснования тем незавершенным, оставленным Гипсом результатам, которые сам в своё время он не успел. Следующее. О том, почему есть основания полагать, что высшие изложенные результаты получены правильно. На наш взгляд, доказательством того, что идеи, которые были использованы для завершения основы теоретической физики и эмпирической физики, является правильным следующим фактом. При объединении результатов полученных в области теоретической и эмпирической физики удалось получить результаты, учтенные с помощью схемы 6 и 7. Вот схемы 6 по маршруту подчиненных связям частиц, это по результатам хаватической движущей частицы. Как не трудно заметить, эти результаты можно принять за тех, которые мечтал получить Декарт, когда закладывал основы науки и философии нового времени с помощью своей воображаемой схемы. Он в своей книге «Кравила для руководства ума и рассуждения о методах» только занимался методом и построил воображаемую схему, и мечтал, что будущее поколение их наполнит содержанием. Мы надеемся, что действительно после уточнения, поскольку удалось завершить до конца, и они хорошо стыковались с теоретической и эмпирической физикой по этим двум маршрутам, мы полагаем, что эти результаты действительно имеют отношение к пути истины. Теперь, наконец, разобравшись в войне на арене, где главной задачей является уравнение Навистокса, теоретической витерлянки, где идет драка между терфизикой и матфизикой, матфизикой до сих пор, честно говоря, уравнение Навистокса и Эйдера анализируется с позиций матфизики. Основным занимаются математики. Очень редко занимаются физики-теоретики, с позиций теоретической физики. А мы здесь показали, что здесь больше шансов у теоретической физики. Если завершит хорошая разработка основ теоретической физики, здесь, используя те идеи, которые были использованы при разработке этой теоретической физики, можно уже вернуться к Навистоксу и осмыслить, и понимать ее природу. Почему до сих пор из-за равнения Навистокса никак не могут получить решение, объясняющее турбулентность? Таким образом, вот это предпоследнее. Слайд у меня называется «Возможность новых результатов для интерпретации природы уравнения Навистокса и его решению». Мы, говоря, вот «новых результатов» написано на заголовке, мы, говоря о новых результатах, имеем в виду следующие факты. Первый. Что смели воспользоваться идеями, воображаемыми с вами Декарта. Он же говорил, что мы обратились к философии, а в философии нашли идеи Декарта. Вот. Это первый пункт, как новый я предлагаю. Затем, второй. Затем, совместно рассматривая идеи, учтенные при построении этой схемы, декартовской, и результаты получаемых в основе частных разделов наук, сумели осознать, что созревают результаты, учтенные с помощью схемы 2-3, по 3-физике, и в схеме, результаты, учтенные в схемах 4-5 в области эмпирической физики. Имеем в виду еще и тот факт, что нам после объединения этих схем по теоретической эмпирической физике удалось получить результаты, учтенные с помощью 6-7. Вот самые последние. Третий. Имеем в виду и того факта, что анализируя эти новые результаты, удалось осознать, что со временем Декарта, Лейбинса, Ньютона наиволе важные результаты получают в опыте, где за основу теории мышления были приняты алгебристические уравнения и архитектические уравнения. Вот эти три пункта из моих результатов, вообще в моих трудах, полученные, если они правильно, являются самыми важными. Я обратил внимание, вот использование в обращаемых схемах Декарта и наполнение его содержанием дал мне осознать, что со временем Декарта, Лейбинса, Ньютона все наиволе важные результаты получают в опыте, где за основу теории мышления сознательно принято алгебристические и архитектические уравнения. Вот на это не очень обращают внимание. Если осознать, что алгебристические и архитектические уравнения с самого начала были приняты за основу, далее возникает возможность все остальные понять легко. Вот, например, четвертый. Еще мы имеем в виду того факта, что на этом новом пути удалось интерпретировать природу основного уравнения математического анализа как уравнения, полученные при приложении возможности алгебристического уравнения, архитектического уравнения к решению задачи геометрии и кинематики с точностью пришедшей алгебрии и архитектики. Пятый. Еще имеем в виду такого факта, что на этом новом пути удалось интерпретировать природу уравнения, основные уравнения теоретической физики, значит, геометрия, как и среди, как и гипса в наших пониманиях. Как уравнения, имеющие смысл решения, полученных для многих пряченых движущих частиц и для многих хаотичных движущих частиц. Шесть. Еще имеем в виду такого факта, что на этом новом пути, где все наиболее важные результаты, имеющие непосредственное отношение к пути истины, учтены с помощью схемы шесть-семь, последние две схемы, не нашлось места для идеи и уравнения математической физики. Вот этот новый подход, где использована идея из области философии Декарта, просто вытесняет основные уравнения математики и ее решения как основополагающие. На его место, в арену, на главное место выдвигаются основные идеи теоретической физики, которые все время свои результаты согласуют с эмпирической физикой. Вот теоретическая физика имеет такую красоту, что как, никак математисты. Вот Владимир Академистов вчера очень правильная мысль выстрелила, мне понравилось, что идеалистическое мышление, вот постулаты, уравнения есть, решают, согласуются, опытные, особо не смотрят. А теоретическая физика, все те же самые задачи решают, которые хотела решать матфизика, колевательные волновые процессы, гиперболистские уравнения, и тепловые диффузионные процессы, параболистские уравнения. Он тоже решает, тоже решает, но физика решает его более содержательно. Все время согласуют свои результаты с экспериментом, эмпирической физикой. Теперь, семь, последний. Таким образом, мы полагаем, что на основе новых результатов, где на основное место выдвигаются идеи теоретической физики, удается доказать, что мысли того, о котором мы говорили, о том, что средствами математики решить уравнение на Вестоксе невозможно, является частично правильным. Поскольку матфизика, нам ее раскритикованы, а современная математика основана на основном матфизике, и это сам ТАО прав, что очень стараются, никак не могут получить разрешение именно из-за этого. А если теперь, когда округляется телефизика, можно воспользоваться идеями, новыми идеями, здесь выдвинуть ее, что осмыслит уравнение на Вестоксе. Последний плакат, об этом я расскажу. Последний плакат, вот эта схема, два штрих, вот этот аналог, тоже схема два, в области теоретической физики, но два схема было, два, здесь вопросом, а здесь на полном содержании. А эта схема, полученная совместно анализа основной схемы Декарта с идеями и уравнениями теоретической гидринамики. Оказывается, что основные уравнения, мы на основные уравнения теоретической гидринамики можем смотреть новым взглядом, как уравнения, полученные на основе матанализа, где за основой приняты основой термомышления приняты алгебрические, ахметические уравнения. Теперь, сравнительный анализ результатов ученых с помощью этих схем позволяет сделать следующие выводы. Первый, природа уравнения 1-2, Эйлера, значит, на вес токса. Теперь можно понять, как уравнения, имеющие смысл решения, полученные из уравнения, с точностью алгебрической физики, при предположении, что при переходе от уравнения 3 ньютона к 1-2, Эйлера на вес токса, используем возможность бесконечного мерного пространства. здесь, в общем, до сих пор отношение к уравнениям на вес токса Эйлера такое. Вот любую книгу по магмафизике, по теоретической динамике, откроешь, они написаны так, что эти уравнения написаны как некий аналог уравнения Нитона, особо больше ничего. Вот понимание природы уравнения теоретической динамики. А этот подход, новый подход, который исходит из идеи Декарта, позволяет на них смотреть как решение получено уравнение из уравнения Нитона. Век просвещения уравнения Ньютона Вольтер на вес в Францию провозгласил в съезде в Англию. Вот Ньютон написал уравнение для одной частицы. Если ее решить для многих частицей, он не знал, конечно, там два маршрута, упорядочный и не упорядочный, можно объяснить весь мир. Вот теоретическая гидринамика до сих пор на это уравнение смотрит как некий аналог уравнения Ньютона. А уравнение Ньютона это универсальное уравнение. Написано для общества вообще на все случаи мира. А уравнение гидринамики не такое. Это частное уравнение получено как некое решение из уравнения Ньютона для многих частиц, которые частицы, которые движутся под градиентом давления. Теперь второй. На основе новых результатов теперь природа уравнения четыре. Вот четыре. У нас это решение, которое в Шликтинге, а хорошо давно, которое получает из уравнения на Вестокса, удается понять, как решение из уравнения получено. Теперь уже удается понимать природу этого решения не как получено из уравнения на Вестокса, а получено из уравнения Ньютона с точностью архметической физики, не алгебрической физики. Любое архметическое решение имеет смысл для обычного трехмерного пространства. А уравнение самого на Вестоксе имеет смысл для бесконечномерных пространств. Третий. На основе новых результатов удалось понять, почему из уравнения на Вестоксе удается получить решение, объясняющее ламинарную текучесть, вот это решение, на Вестоксе как-то действительно, матфизика все такое, не совсем там, что кое-что есть, конечно, хорошее, но с грубой точностью, что из уравнения на Вестоксе действительно матфизика получает вот это решение, которое объясняет неплохо ламинарную текучесть. Однако не удается получить решение, объясняющее трублетную текучесть. Оказывается, причиной всему этому было то, что ученые, не сознавая, что уравнение на Вестоксе имеет частный смысл получения из уравнения Ньютона, как решение до сих пор относилось к этому уравнению как насящие всеобщие характеры. Вот очень много, сейчас даже во всем мире очень много особенной математики занимается расширением уравнения на Вестоксе. Теперь уже пытаясь получить решение, которое описало хаватистские движения частицы. Но в нем нет хаватистских движений, в нем не заложено. Это уравнение получено как решение по линиям подчиненным связанным подчиненным силам градианты давления. Здесь вот давишь, градиант давления давит, течет жидкость, здесь есть внешняя сила. А теория гибиса, теория хаватистских движений, частиц, там такой силы нет. Посуда, колба, все частицы хаватистских движений, вот так. Пятый, в заключение заметим, на основе новых результатов природу турблентной текущести удается понять на вазе возможности основного уравнения статистической механики как уравнения имеющие смысл решения полученные из уравнения гамильтона для многих хаватистских движущих частиц. Вот математикам здесь приготовлен такой ответ, что нечего мучиться решить уравнение на вистоксе, пытаясь получить решение, которое бы объяснило турблентность, хаватичность. Там нет. А терфизики с самого начала решения уравнения гамильтона простипетировали по двум маршрутам. Вот на втором маршруте как раз есть решение, которое объясняет природу хаватичности, из-за чего появляется хаватичность и туда. Благодарю за внимание. Вопросы, пожалуйста. А вы признаете религийскую зависимость массы от скорости частицы? Ой, я честно говоря, к теракт отношусь очень критично. Очень критично, поэтому я влюбляться не буду. Не признаю. вопрос. Продолжение Посмотрите, уравнение стопс это данный подход. Вообще, в принципе, подход уравнения. Подход уравнения. Конструирование уравнения предполагает, предполагает, что система недискретна. Верно? Недискретна. То есть, когда мы рассматриваем систему, например, любой поток, вихрь, турбулентный поток, да, когда мы рассматриваем систему с помощью уравнений, любых, на вествах или других, не важно, но уравнений, мы предполагаем, что система недискретна. Я понял, отвечаю. Да, секунду, я задам вопрос. То есть, вы полагаете, что природа фундаментально недискретна? Нет, дискретна. Дискретна. Именно. Потому что здесь основа теории мышления по Деканту приняты алгебры, архметика, а эти науки, которые возникли на почве дискретности. Тогда мы не можем оперировать уравнениями на поле дискретных чисел. Ой, я вам объясню. Сейчас скажу. Или я не правду. Сейчас подъедите. Поле дискретных чисел. Каким образом мы можем применять инструмент недискретного анализа, то есть, функционального анализа, функции к полю дискретных чисел? Хорошо, объясню. Может быть, я неправильный вопрос задаю. Ну, я как-то... Мне важно ваше мнение. Может, я тоже вас не очень правильно понял, но как понял, я объясню. Вот новый подход, поскольку с самого начала алгебрийское архметическое уравнение принято за теорию мышления, они являются основой теории мышления дискретной. Потому что человечество архметику придумало, додумывало, почитая дискретные предметы. там тогда неправильность не знали. Когда сталкивались неправильности геометрии пифагорской времени с отмеримостью, помните, что получился? Да. Революция была антистинственная. Теперь из этого тупика вышел Декарт. Декарт что сделал? Алгебрийское архметическое уравнение принято за основу теории мышления, описал геометрию, неправильность, подчинил геометрию, но дискретность. Там здесь получается алгебрийское уравнение и архметическое уравнение. Вот в конце архметическое уравнение уже бесконечное число точек, дискретность, бесконечное число от этого и появляется. То же самое кинематикой Ньютон сделал. А теперь на основу этого кинематического решения, когда получил формула для ускорения, Ньютон написал формулу для динамики. Это для одной частицы. Дискретность, правильно? А Даламбер вот это из уравнения Ньютона написал, суммировал для Н-частицы. Написал, потом появятся два маршрута теретической физики. По маршрутам подчиненных связан частиц, подчиненных, не подчиненных связан частиц. А здесь смотрите. Время уже. Да? Мы побеседуем, а вам спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok